Новый музей Палихского искусства – главный подарок 90-летию лаковой миниатюры, изюминка предстоящих торжеств. Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего года, но открытие музейного комплекса, которое запланировано на сентябрь, станет знаковым событием для палешан. Местные власти с появлением нового культурного центра связывают большие надежды. Он, несомненно, даст толчок развитию туризма в Палихе. В новейшей истории России мы, наверное, вряд ли найдем где-нибудь еще тот факт, что за счет средств государства, за счет региональных средств было построено новое здание музея. Потому что, если мы посмотрим, в основном у нас музейные экспозиции находятся в каких-то уже дореволюционных постройках в зданиях, имеющих достаточно большую историю. Этот музей будет совершенно новый. Здание нового музея по стилю, напоминающее постройку конца 19 века, органично вписалось в невысокую застройку Палиха. Сейчас активно идут отделочные работы. В апреле подрядчику предстоит установить двери, покрасить стены, провести уличное освещение. Параллельно с этим ведется подготовка проектов будущего оформления экспозиций. Мне хотелось бы раскрывать все задумки, потому что у нас работает по этому вопросу дизайнер, специалист, и экспозицию будет делать он. То есть сейчас разрабатывается оборудование, оно будет не типовым, оно будет специальным, и поэтому, наверное, мы считаем, что будет хорошо, будет прекрасно. В новом здании будет семь выставочных залов, два из них для сменных экспозиций. Остальные займут экспонаты из фондов. Коллекция палецких икон 14-20 веков, лаковая миниатюра, иконописная графика. В существующем Пальском музее экспонируется только порядка 12% имеющихся предметов. Цифра эта по музейным меркам не маленькая, но, как говорят музейщики, старая экспозиция не позволяла просетителям в полной мере оценить весь масштаб и всю многогранность народного промысла. От полутора тысяч икон мы планируем выставить почти половину. Это очень большая цифра, потому что сейчас мы выставляем не более 30. Лаковые миниатюры мы сейчас показываем в чистом виде, мы абсолютно не даем представления о том, в каких жанрах работали художники. А ведь они работали в театре, они работали по росписи стен. Этого у нас сейчас в экспозиции нет, а в новой это будет. Современный музейный комплекс возник на месте дома Белоусовых, известных палецких иконописцев. Старинное здание, к сожалению, не подлежало реставрации. В память о художниках на новом здании, либо внутри него, установят мемориальную доску. Почитание традиций у палешан в крови. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.